Российская Федерация Республика Армения, 30 лет союзнического взаимодействия. Он подготовлен при участии внешнеполитических ведомств двух стран, общественной организации «Диалог» и Дома русской книги в Ереване. Сборник открывает обращение к читателям министров иностранных дел России Сергеевича Лаврова и Армении Арарата Самвеловича Мерзаяна. Издание включает в себя тексты, заключенных вперёд с 1992 по 2021 года Российской Федерации Республики Армения, межгосударственных и межправительственных документов и иллюстрирует весь ход становления развития российско-армянских отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемый Арад Самвелович, уважаемые дамы и господа, мы провели продолжительные, насыщенные, очень полезные переговоры, обсудили практически весь спектр наших двусторонних отношений во всех областях, региональные, международные проблемы, и наметили пути дальнейшего развития нашего стратегического партнёрства и союзничества. Отмечаем высокую интенсивность политического диалога, в первую очередь на высшем уровне. С начала года президент Путин и премьер-министр Пашинян уже провели три продолжительных телефонных разговора. 2 февраля этого года состоялись переговоры представителя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Николом Пашиняном на полях Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате. И у нас общее мнение, оно заключается в том, что взаимопонимание, которое сложилось между руководством наших стран, это весомый фактор дальнейшего продвижения взаимодействия, которое позволяет решать любые возникающие вопросы. С удовлетворением констатировали углубление сотрудничества по линии законодательных органов России и Армении. Буквально несколько дней назад в Цахкадзоре состоялось 36-е заседание Российско-армянской межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Развиваются повседневные тесные контакты между внешнеполитическими ведомствами. Мы с Ратом Санвелычем регулярно встречаемся, говорим по телефону. В скором времени состоятся консультации наших заместителей по двусторонним вопросам и по различным вопросам, связанным с региональной безопасностью. Такие контакты весьма и весьма полезны для общего дела. Мы приветствуем динамичное развитие торгово-экономических связей. В прошлом году они практически удвоились, достигли почти 5 миллиардов долларов. Ну и российские компании являются лидерами по бюджетным отчислениям для Армении и по созданию рабочих мест. Мы решили поощрять хорошо зарекомендовавшую себя практику перекрестных бизнес-миссий, проведение деловых форумов, коснулись и актуальной темы налаживания функционирования Международного транспортного коридора Север-Юг с участием и Республики Армения. Прошлый год прошел под знаком 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, и сегодня мы подвели итоги состоявшихся полезных мероприятий. Особо отмечали впервые подготовленные внешнеполитическими ведомствами сборник двусторонних договоров и соглашений Российской Федерации Республики Армения 30 лет союзнического взаимодействия. Вот всеми тремя томами мы сегодня в вашем присутствии обменялись. Наметили дальнейшие шаги по развитию культурно-гуманитарного сотрудничества. Мы поблагодарили армянских друзей за бережное отношение к русскому языку, к русской культуре, поговорили о планах в этой области, в том числе по поставкам учебников, повышению квалификации преподавателей и по подготовке к созданию новых русских школ. Ведем подготовку к форуму образования и науки, который должен пройти в текущем году. Условились предпринять дополнительные усилия для выполнения договоренности наших лидеров, как я уже сказал, об увеличении числа русских школ в Армении. Будем и впредь способствовать углублению обменов по линии молодежи. Говорили мы и о тревожных тенденциях в обстановке на Южном Кавказе. Мы видим неприкрытые попытки стран Запада рассорить Россию и Армению, давайте называть вещи своими именами, расшатать региональную архитектуру безопасности, думая при этом, конечно, и заботясь при этом отнюдь не об интересах расположенных здесь стран, а о своих геополитических корыстных интересах. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал. Мы подробно обсудили пути урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и в целом в Карабахе, подтвердили важность скорейшего возобновления переговорного процесса по всем направлениям трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. С учетом проделанной значительной работы по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, мы рассчитываем, что в ближайшее время вице-премьеры, сопредседатели трехсторонней рабочей группы смогут выйти на конкретные договоренности. Выступаем за активизацию деятельности комиссии по делимитации армян-азербайджанской границы при консультативном содействии России в полном соответствии с тем, как и договаривались наши руководители. С российской стороны выражена готовность и далее содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку. Мы акцентировали значимость более широких региональных форматов, включая консультативную платформу 3плюс3. Среди прочего, она открывает дополнительные возможности для налаживания диалога и развития сотрудничества между странами Южного Кавказа и их соседями. Условились тесно взаимодействовать на основных региональных и международных площадках, совместно работать над укреплением ОДКБ, расширять кооперацию в Евразийском экономическом союзе, в Содрус независимых государств, поддерживать инициативы друг друга, прежде всего в ООН, и продолжать тесные контакты в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Я искренне удовлетворен итогами сегодняшних переговоров. Мы говорили откровенно, как и полагается между друзьями. Уверен, что этот разговор будет способствовать дальнейшему росту взаимопонимания и углублению связи между нашими странами, будет вносить вклад в поддержание мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Сергей Викторович, уважаемые друзья, коллеги. Отмечу, что наша встреча сегодня прошла в доверительной и искренней атмосфере. Мы рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и, конечно же, тематику безопасности в регионе Южного Кавказа. Констатировали, что армяно-российские и союзнические отношения находятся на высоком уровне, продолжается интенсивный политический диалог. С удовлетворением отметили тесное взаимодействие внешнеполитических ведомств наших стран, на дальнейшее продвижение которого ориентирован подписанный двухгодичный план межмидовских консультаций. Были затронуты вопросы нашего взаимодействия в рамках ОДКБ, АЭС, СНГ и других региональных и международных организаций. В целом, удовлетворены позитивной динамикой развития межгосударственного взаимодействия в прошлом юбилейном для наших межгосударственных отношений году, когда мы отмечали 30-летний юбилей установления дипломатических отношений и 25-летие подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В частности, был проведен ряд мероприятий, призванных обозначить важность исторических для наших стран дат, готовы и далее прилагать усилия по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Россией. Естественно, мы также обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитации безопасности границ, разблокирования всех транспортных коммуникаций в регионе, а также ход реализации, а по конкретным пунктам факт невыполнения некоторых положений трех заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана. Уважаемые коллеги, мой визит проходит в условиях напряженной ситуации на Южном Кавказе и, как вы знаете, незаконной блокады Лачинского коридора со стороны Азербайджана, которая продолжается уже более трех месяцев. Перекрытие Азербайджаном Лачинского коридора является грубейшим нарушением примых обязательств в рамках трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. В связи с этим, 22 февраля 2023 года, Международный суд ООН обязал Азербайджан принять все меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Как известно, решение Международного суда ООН, в котором упоминаются положения заявления от 9 ноября 2020 года, имеют юридически обязательный характер. Мы ожидаем от всех вовлеченных сторон действенных шагов по неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств и восстановлению режима передвижения по Лачинскому коридору в строгом соответствии с положениями трехстороннего заявления от 9 ноября. К сожалению, блокада Лачинского коридора не является единичным случаем нарушения трехсторонних договоренностей. Проявлением агрессивных действий Азербайджана стало совершенное 5 марта текущего года в Лачинском коридоре азербайджанской диверсионной группой убийство трех сотрудников паспортного отделения полиции Нагорного Карабаха. Важно констатировать, что Министерство обороны Российской Федерации в своем бюллетене от 6 марта четко зафиксировало, что данный инцидент был совершен азербайджанской стороной. Размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе призвано обеспечить безопасность народа Нагорного Карабаха, создать условия для восстановления нормальной жизни. В то же время вызывает тревогу череда событий, произошедших за более чем последние два года, такие как оккупация сел в Нагорном Карабахе, удерживание Азербайджана по сей день армянских военнопленных и других лиц, незаконная блокада Латчинского коридора, убийство сотрудников полиции, мирных жителей, регулярные нарушения режима прекращения огня, а также действия, направленные на террор гражданского населения. При этом до сих пор еще не запущен международный механизм, который, опять же, зафиксирован пунктом 7 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, возвращение армян на территорию Нагорного Карабаха и прилагающие районы, что должно осуществляться под контролем управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Более того, азербайджанская сторона в одностороннем порядке начала программу переселения территорий Нагорного Карабаха, перешедших под его контроль в попытке устранить армянский след из региона вообще. Наша оценка остается прежней. Вместо обсуждения с армянами Нагорного Карабаха вопрос их прав и гарантий безопасности, военно-политическое руководство Азербайджана готовит этническую чистку в отношении народа Нагорного Карабаха. Ни в коей мере не принижая роль наших российских партнеров в процессе установления режима полного прекращения огня в 2020 году, а также роль российского миротворческого контингента, в том числе в предотвращении гуманитарной катастрофы после блокады Лачинского коридора, складывающаяся ситуация демонстрирует необходимость обеспечения механизмов гарантии права и безопасности населения Народного Карабаха и международного участия в них. Необходимо задействование международных механизмов по предотвращению геноцидов, направление в район Лачинского коридора и в Нагорный Карабах международной миссии по установлению фактов. Надеемся на взаимодействие в этом вопросе с российской стороной. Уважаемые коллеги, одновременно с действиями в Нагорном Карабахе Азербайджан продолжает оккупацию суверенных территорий Армении, захваченных в результате агрессии 12 мая и 17 ноября 2021 года и в сентябре 2022 года. Более того, несмотря на продолжающиеся переговоры по регулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, руководство этой страны теперь уже претендует практически на всю территорию Республики Армения, называя ее азербайджанской землей. Прямые угрозы, звучащие из Азербайджана, нашли свое отражение в последних заявлениях президента этой страны, который заявил, что никакого мирного договора не будет и что Армения не может спокойно жить на территории 29 тысяч квадратных километров, если не примет условия Азербайджана. Мы исходим из того, что исключительно посредством переговоров можно выйти на решение, которое принесет долгосрочный мир и стабильность на Южном Кавказе. Должен вновь подтвердить приверженность реализации всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года. В завершение хотел бы еще раз поблагодарить Сергея Викторовича за традиционно теплый прием и искреннее общение. Сергей Викторович, ждем вас в Вереване, в удобное для вас время. Спасибо. Пожалуйста, общественное телевидение Армении. Уважаемые министры, добрый день. Общественное телевидение Армении, мэрия Горян. Вопросы к вам, Сергей Викторович. Мы продолжаем быть свидетелями случаев вопиющего нарушения трехсторонних заявлений. Наряду с блокированием Лачинского коридора азербайджанская сторона продолжает практиковать воинственную риторику, содержащую прямые притязания на суверенной территории Армении. Со стороны Азербайджана истематически нарушается режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, то есть в зоне ответственности российских миротворческих сил. В прошлом мы были свидетелями того, что угроза применения силы переросла в непосредственное ее применение. В этом контексте общественности Армения ожидает от своего союзника адресных заявлений и конкретных действий по опозданию агрессии. Какие шаги России намерена предпринять для предотвращения новой агрессии, новейшей над Арменией и Нагорным Карабахом? Каковы действия России для гарантии безопасности народа Нагорного Карабаха? И второй вопрос, если позволите. Завтра фактически исполняется 100 дней со дня незаконного блокирования Лачинского коридора со стороны Азербайджана. Мы знаем, что Россия прикладывает усилия для решения вопроса, однако по сей день коридор остается закрытым. Не является ли действие азербайджанской стороны дискредитирующим фактором с точки зрения посредственных усилий России? И не считаете ли вы, что международная вовлеченность может способствовать достижению конкретных результатов по разблокировке коридора? Спасибо. Вам спасибо за ваше выступление. Если говорить с категориями, закончилась оккупация, длившаяся не один десяток лет, и началась агрессия, то мы так ни одну проблему не решим. Надо всегда искать пути к примирению сторон, надо всегда искать баланс интересов. Именно так поступала Россия, как союзник Армении, как стратегический партнер Азербайджана, когда в 2020 году остановила боевые действия. Можно вдаваться в историю, не хочу этого делать, но все знают, что была возможность раньше добиться прекращения огня, чем в итоге это состоялось. Но я это оставляю опять-таки для историков, пускай они уже изучают, как все это происходило. Мы выступаем за то, чтобы строго, в полном объеме, без каких-либо импровизаций, выполнять все трехсторонние договоренности, которые были достигнуты между президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении. Прежде всего, договоренности, которые были подписаны в ночь с 9 на 10 ноября, 2020 года. И проблема Лачинского коридора должна рассматриваться исключительно в этом контексте. И только полное выполнение всех без исключения аспектов договоренностей, которые касались Лачинского коридора, может разрулить нынешнюю ситуацию. Ровно этим сейчас занимаются наши миротворцы. Мы сегодня об этом подробно говорили. И я очень надеюсь, что все стороны поймут, что выполнять эту часть, как и все остальные части трехстороннего заявления, должны все сообщать. Там у каждой стороны есть свои обязательства. Что касается посреднических усилий Российской Федерации и вашего вопроса о том, не дискредитируются ли эти усилия азербайджанской стороной, я могу опять-таки вернуться к трехсторонним договоренностям. Дискредитировать Российскую Федерацию не просто хотят, а открыто об этом заявляют Соединенные Штаты, Европейский Союз, Североатлантический Альянс. Они по большому счету занимаются тем, что я назвал бы дипломатическим рейдерством. Когда они пытаются подмять под себя трехсторонние договоренности между Россией, Арменией и Азербайджаном, пытаются навязать свое кураторство всей этой работе, прямо подрывая ключевые принципы этих документов, которые предполагают активное участие Российской Федерации и в решении вопросов разблокирования транспортных и экономических связей, и в вопросах делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, и в вопросах содействия сторонам в подписании мирного договора. Мы сегодня вели разговор с моим коллегой Араратом Самвиловичем Мерзояном не путем нагромождения претензий к той или иной стороне, к Западу или не к Западу, а по-честному рассматривали сложившуюся ситуацию, она объективно существует, она объективно далеко не во всем отвечает задачам, поставленным в трехсторонних заявлениях, и мы сегодня обсуждали, как можно вернуть ситуацию в нормальное рабочее русло. Мне кажется, у нас определенное понимание сегодня было достигнуто. Пожалуйста, ТАСС. Уважаемые министры, Рамина Зиналова, информационное агентство ТАСС. У нас несколько вопросов. Сергей Викторович, первый вопрос к вам. В ходе нынешнего раунда переговоров с Арменией удалось ли достичь принципиальной договоренности о проработке новой даты трехсторонней министерской встречи России, Армении и Азербайджана в Москве? И есть ли понимание, в какие примерные сроки трехсторонние переговоры, которые были отложены в декабре, могут состояться? И если позвольте, два вопроса вашему коллеге, господин Верзаян. В последнее время в Армении наблюдается рост различных антироссийских проявлений. Есть ощущение, что речь идет о целенаправленной кампании, в которой вовлечены официальные лица страны, проправительственные СМИ, а также националистические объединения, в том числе входящие в состав консультативного совета по взаимодействию с непарламентскими политическими силами. В частности, были проведены акции протеста у посольства России и российской военной базы. Как бы вы могли это прокомментировать и почему в Армении допускаются такие вещи в отношении ближайшего союзника? И второй вопрос, если позволите, по информации СМИ 7 марта основателю холдинга Ньюс Медиа Габрелянову был отказан во въезде в Армению по причине его нахождения в некоем стоп-листе. Ранее с аналогичными ограничениями столкнулись Константин Затулин, Маргарита Симоньян и Андроник Мегроньян. Связано ли данное решение с их критикой в адрес армянских властей и считают ли в Ереване допустимым такого рода недружественные шаги? Спасибо. Видите, как и ваши, и наши хорошо подготовились. Спасибо большое за вопрос. В Армении нет, как вы сформировали, целенаправленной антироссийской кампании. Свидетельством этого является то, что десятки тысяч россиян свободно, мирно, хорошо, вполне комфортно живут на территории Армении, ведут свои дела, свой бизнес и никаких жалоб не поступало в этом контексте. Что касается демонстрации, то Конституция Республики Армения и законодательство гарантируют свободу проведения собраний. И это давно уже не новость. Могу просто поделиться с вами информацией. Вы сами можете прогуглить, просто посмотреть в интернете в Армении, в Ереване, очень часто проводятся демонстрации против армянских властей также. И разные другие, очень много других демонстраций тоже. Что касается лиц, то я бы воздержался сейчас комментировать соглашение или отказ на въезд отдельных частных лиц на нашу территорию. Спасибо. Ко мне был вопрос насчет новой даты трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Армении, Азербайджана по вопросам мирного договора. Мы говорили сегодня об этом. Наши армянские коллеги подтвердили сказанное на днях на пресс-конференции премьер-министром Николом Пашиняном о том, что Армения готова к проведению такой встречи. Думаю, что в ближайшее время мы посмотрим, какие даты являются удобными для всех трех министров. Пожалуйста, Спутник, завершающий вопрос. Здравствуйте, Кирилл Орлов, агентство Спутник. Первый вопрос. Рад сам велич к вам. Тут не так давно бывший генсек НАТО Расмусон заявил, что Европа хочет оказать политическое содействие Армении. Вот на фоне этого, а также на фоне того, что сейчас происходит в регионе, не опасается ли Армения вмешательства Запада в свои внутренние дела? Ну и в продолжение хочется спросить, почему Ереван проигнорировал озабоченности Москвы относительно работы наблюдателей Евросоюза в приграничных регионах Армении? И также, чем мотивирован отказ от размещения там миссии ОДКБ? И, Сергей Викторович, также вопрос к вам. Вот вы отметили так называемое дипломатическое рейдерство товарищей из Запада. Вот вообще возможно ли на сегодняшний день какое-то взаимодействие на Южном Кавказе с Западом, Россией и Запада? Спасибо большое. во-первых, хочу констатировать, что отношения Армении с Европой развиваются конструктивно. Армения заинтересована в этом, в том числе и в контексте сохранения существующей положительной динамики в сфере верховенства права и демократии. что касается миссии мониторинговой миссии Европейского Союза, то мандат миссии очень четко отмечен, информация публичная, это гражданская мониторинговая миссия, миссия носит, повторюсь, исключительно гражданский характер. Что касается вашего вопроса о миссии ОДКБ, то, наверное, все-таки вопрос или формулировка вопроса некорректна, так как Армения никогда не отказывалась от такой миссии. Более того, проект решения такой находится на столе, работа над этим проектом продолжается. Здесь ключевым, я напомню, для нас было то, что по нашему ощущению, по нашему восприятию коллеги из ОДКБ как бы косвенно, но была такая ситуация, что косвенно, но согласно нашему впечатлению, коллеги отказывали, ОДКБ сама как бы не признавала четкую зону ответственности ОДКБ с нашей точки зрения, это было несколько проблематично, но повторюсь, решение, проект решения на столе, работы продолжаются. я пользуюсь тем, что микрофон ко мне перешел, хотел бы выразить удовлетворение тем, что сейчас сказал ОДКБ, а именно тем, что Армения не отказывалась от подписания решений по развертыванию ОДКБ решение было предметом многочасовых переговоров накануне саммита ОДКБ в Ереване под председателем Аррата Самвелыча. Все министры его согласовали. Дело теперь за малым, чтобы все главы государства и правительства также уже теперь поставили свои подписи. Я надеюсь, что возможность такая, конечно же, абсолютно сохраняется. ОДКБ к этому готова. Мы знаем о такой готовности. Поэтому я рад, что Армения не отказывалась от этой возможности, которая, конечно же, отвечает интересам обеспечения безопасности в регионе. Кстати, я упустил в ответе на первый вопрос наших коллег из общественного телевидения Армении коснуться той части вопроса, их было много этих частей, в которой спрашивалось о том, каковы будут действия России для гарантии безопасности населения Карабаха. По большому счету мы поддерживаем позицию, которую изложил премьер-министр Никол Пашинян в свое время, подчеркнув, что он исходит из того, что вопросы гарантии безопасности жителям Карабаха, обеспечение их прав должны решаться между представителями Карабаха и Баку. И мы к этому побуждаем стороны, в этом заинтересованы и Армении, конечно. Безусловно, нам важно понимать, насколько качественными будут эти договоренности. Если хотите знать мое мнение, есть примеры совсем недавней истории, о том же примерно шла речь в минских договоренностях, о том, какие права должны быть у жителей восточной части Украины в соответствии с этими самыми минскими договоренностями. Право на родной язык, право обучать детей на этом родном языке, жить, работать, используя этот язык, сохранять свою культуру, сохранять свою религию, иметь возможность для местного самоуправления, ну и иметь какие-то особые связи экономические, торговые со своими соотечественниками. Вот в случае с Донбассом это была Россия. Примерно такие же права были предусмотрены в подписанном 10 лет назад соглашении между Белградом и Приштиной о создании сообщества сербских муниципалитетов Косова. Язык, местное самоуправление, образование, культура, религия, особые связи экономического характера с Сербией. Я думаю, что для карабахцев ну примерно такой же набор прав будет необходим. Да, собственно говоря, для любой ситуации вот похоже. я перечислил Донбасс, Косово и сербские районы Косово, Карабах в контексте подтверждения лидерами Армении и Азербайджана приверженности этих стран положением Алматинской декларации декабря 1991 года. Это не так все сложно делать, как кажется. все будет зависеть от того, насколько порядочно поведут себя те, от кого будет зависеть выполнение достигаемых договоренностей. В случае с Донбассом, с минскими соглашениями, в случае с соглашением о создании сообщества сербских муниципалитетов Косово, ни о какой порядочности речи быть не может. Поэтому, вот я так видите, такой пролог к ответу на вопрос о том, допускаем ли мы взаимодействие с Западом. Запад себя полностью дискредитировал. Мы прекрасно видим, какие цели Запад преследует на Южном Кавказе. Он, собственно, даже их не скрывает, он их декларирует, оторвать Россию. Россию продвигают, например, вместе с Арменией, с другими странами региона, формат 3 плюс 3. Три южнокавказских государства, Армения, Азербайджан и Грузия, и три их соседа, Россия, Турция и Иран. Грузинская сторона пока думает о подключении к этому формату, но первая встреча состоялась, дверь для Тбилиси остается открытой, сейчас мы работаем над созовом второй встречи в формате 3 плюс 3. Запад уже активно работает над тем, чтобы подорвать эту структуру, которая только-только стала складываться. И Запад пытается навязать трем южнокавказским странам свои услуги Евросоюза и Соединенные Штаты. Тем самым он опять предъявляет претензии на то, чтобы доминировать, утверждать свою гегемонию повсюду, далеко от своих собственных границ, прямо наступая на законные интересы трех ближайших соседей Армении, Азербайджана и Грузии, имея в виду Турцию, Иран и Россию. Вот чем Запад руководствуется, когда он на Южном Кавказе какие-то затевает игры. Наряду с этими геополитическими замыслами Запад продвигает поддержку финансовую, в том числе, материальную, различным неправительственным организациям, которые и в этой части мира, как и в любом другом регионе, занимаются мероприятиями, которые, в общем-то, можно назвать как подготовку к очередной цветной революции. Это тоже не сильно скрывается. Все эти неправительственные организации известны. То, как они выступают публично, отстаивая интересы Запада и пытаясь дискредитировать действия той же России, того же Ирана, тоже известно. Поэтому, нет, я не вижу сейчас никаких возможностей, да и, честно говоря, необходимости для развития какого-либо диалога с Западом по Южному Кавказу, как и по большинству других вопросов международной региональной повестки дня. Спасибо большое. А этом завершаем пресс-конференцию. Спасибо. Спасибо.